Это месседия, которая состоит из жителей, а не из джентльных. Хорошо, давайте посмотрим на эту конкурсию, или эту идею, о том, что свидетельство нам дает нам о Лук. И давайте сейчас посмотрим, какие у нас есть факты о Луке. И большинство комментаторов Библии на нескольких фактах основываются. И для меня это значит, что больше они основываются на традиции, а не на библейских фактах. И, возможно, для них неважно, был ли Лука евреем или не евреем. Но также важно понять личность Луки и то, о чем он писал. И если вы посмотрите на, можно сказать, величественность той работы, которую проделал Лука, тогда этот вопрос, эта проблема, она становится более значительной. Если мы почитаем все страницы, написанные Лукой, как Евангелие от Луки, так и Книгу Деяний, то мы увидим, что Лука написал больше всего страниц, если так можно сказать, чем любой другой автор. В том числе, если вы посмотрите с Павлом или Иоанном. И мы должны помнить, что Лука написал Евангелие от Луки, его Евангелие и его Деяний. И если Лука был на самом деле язычником, то, можно сказать, Бог доверил ему, язычнику, написать больше объема информации в Новом Завете. И откровение Нового Завета. Если мы предположим, допустим, мой язычник, то тогда на его долю, на его участь приходится больше страниц, больше объема информации, чем любой другой автор Нового Завета. Может быть, некоторым из нас бы захотелось, чтобы Лука был не евреем. Или язычником, особенно это нравится язычникам. Хорошо было бы, чтобы хотя бы кто-то один, какой-то один язычник написал, внес свою долю. Но нам надо смотреть на доказательства. И когда я смотрю на доказательства, мне кажется, что Лук был более-менее, еврейский, или что бы вы хотите называть это. Смотреть на факты, и когда посмотришь на факты, то тогда больше становится ясным, что Лука был евреем. The matter cannot be settled, let me state this, the matter cannot be settled conclusively, because Scripture never specifically tells us Luke's background. You cannot prove it. No, it cannot be settled conclusively, because Scripture doesn't tell us completely what Luke's background was. и как бы... Okay, let me continue. But the arguments for him being a Jew appear to far outweigh those of him being a Gentile. Okay, you with me? Some of you. Say it again. Okay, we go again. We need to be careful here. И нужно быть внимательным в этом. Scripture never specifically tells us what Luke's background was. Be that Gentile, or be that Jewish. But as we look at the evidence in Scripture, И когда мы рассматриваем все эти факты Писания, it would seem that there is more evidence to say that he could be Jewish rather than Gentile. То складывается впечатление, такое ощущение, что все-таки склонны мы сделать вывод, что он был евреем, а не наоборот. So now we're going to take a look at some of those arguments. И вот давайте просмотрим вот эти некоторые доказательства. In normal commentaries, most of the time, they just accept the fact that Luke was a Gentile. В большинстве комментариев в Библии обычно по умолчанию принимается предположение, что Лука был язычником. И никаких доказательств этому не приводят. Mostly because of tradition and because most people accept that's the way it's been, so it will stay. В основном из-за традиции или же большинство людей так понимает это. Поэтому так и будет. Some commentaries do, though, try and present some arguments for sustaining the concept that Luke was a Gentile. Again. Okay? Some commentaries do present some arguments for sustaining the concept that Luke was a Gentile. А в некоторых комментариях приводятся некоторые доказательства его нееврейства. Okay? Chief among these arguments comes from the epistle to the Galoshians. И основной такой аргумент, то, что Лука был язычником, мы можем найти, как бы найти в послании к Галатам. Okay. In Galoshians 4, the Apostle Paul closes his letter by naming various people who are with him as he writes the epistle. и перечисляет всех тех людей, которые были вместе с ним, когда он писал это послание. Some of those who are addressed in this list Paul makes. Yeah? Are you with me? Colossians. In this, yeah, Colossians 4, the end of Colossians 4. Colossians 4, 10 and 11. Some of those who are addressed in this list that Paul makes mention of are of the circumcision. Yeah? 10-11 стих 4 главы. And are therefore Jewish. It is not perfectly clear which men are referred to. They are presumably the previous three. And we can say that it is not perfectly clear, which men are referred to. Asticarius, Mark and Jesus called Justus. И Иисус Иуст. Paul does, apparently does not include Tithius and Onesimus. И потом, в следующем стихе, where does it say? In verses 7 and 9. В 7-9 стихе Павел не включил Tichica и Onesimus. They are in somehow separated from that group which are called of the circumcision. They do not belong? Yeah. You can conclude that from the text because if we read this text we can logistically make a way that they not belong to to the group of the abrazed. Later in the same chapter in verse 14 in verse 14 Paul refers to Luke the beloved physician. the argument is then made as Luke is not mentioned in the list of those of the circumcision he therefore must not be a Jew. However, this is very slim evidence indeed. In the above reference in verses 10 and 11 in verses 10 and 11 Paul is speaking of his fellow workers in the preaching ministry. And there is Pavele is talking about those who are helping him to evangelize or to preach the good. However, when we look at Luke he was never ever described as being actively involved in preaching. but we rather get the impression that he was Paul's personal physician and also historian and writer or scriber. this raises a very interesting issue in our idea of ministry. most often we think of ministry as those who just preach the gospel. think of the gospel. But we need we must realize that there are many more needed than just that to really see that the gospel message gets through. and I'm not personally a great writer Лично я не очень такой великий писатель, но есть люди, которые записывают мои слова на бумагу. И возможно, это кому-то когда-то понадобится, будет полезно. Надеюсь, что так и получится. Как много раз я уже упоминал это, что здесь я приехал учить вас, но также на себя смотрю, как на вечного ученика. Я все еще учусь. И видим, что о Луке никогда не было сказано, что он проповедовал Евангелие. Но видим, что он был компаньоном, товарищем Павла. И Павел называет его врач-возлюбленный. Может, другой вопрос подняться, но мы не будем в это углубляться. Но все равно очевидно то, что этот Лука помогал Павлу в служении. И когда мы посмотрим на то, что он написал, то по количественному соотношению большая часть этого Нового Завета находится, его труд. И вот если я сталкиваемся от этой концепции, что не совсем он занимался проповедью Евангелия, то, возможно, это будет причиной, почему Павел не упоминал его в том списке, в том перечислене людей, изобрезанных, как сотрудники царства. Есть еще и другие причины, почему бы Луку не указали в том списке людей. И если мы хотим решить, наконец, кем велелся Лука евреям или язычникам, то этот аргумент очень такой слабенький. И этот аргумент о том, что Лука был не евреем, в тот факт, что Лука был врачом, доктором. И также то, что его имя такое должно указывать на его не евреиство. Что имя его было Лука, Лукас, и обычно этот аргумент приводит, что Лук, поэтому он язычник. Но также если мы посмотрим на упоминания этих имен в Галатам, особенно те, которые из обрезанных имена, и те все имена, это языческие имена, это не еврейские. Аристарх, Марк и Иустус. Маркус и Аристарх и Иустус. Имя даже Павла. Имя Павла — это римское имя. И этим именем он пользовался в служении среди язычников. И его имя на иврите Шауль было. То же самое в отношении Петра, и на иврите его имя Симеон. И факт в том, что большинство евреев, живущие в диаспоре, использовали два имени. Одно еврейское имя, которое использовали в синагоге, и второе имя языческое, которое использовалось в повседневной, каждодневной жизни. Поэтому, вполне возможно, Лука — это было такое социальное имя для использования в еврейской среде. И как другие еще аргументы вводят, что он был врачом, он был доктором, поэтому он был не евреем. Но они такое предположение делают, что как будто не было вообще еврейских врачей в римском мире. Я думаю, это такая идея достаточно как нелогичная. Сам Ишуа ссылался на врачей Израиля в некоторых стихах в Писании. Луки 4.23 Врач, давайте прочитаем. И в Матю 9.12 Он сказал им, конечно, вы скажете мне пресловие, врач исцелит себя самого. Обращение к врачу. И вот его от Матю. Матю 9.12 Матю 9.12 Те, кто больны, имеют нужду во враче. И поэтому есть основания полагать, что было столько же врачей, или еврейские врачи также были в этой сфере, как и в наше время. В те времена, как и в наше время. И какой вывод мы можем сделать? То, что ни один из этих аргументов, которые обычно приводят, не является весомым. И также нам нужно рассмотреть аргументы, которые доказывают еврейство Луки. И есть несколько аргументов этому, чтобы подтвердить это. Как я сказал, что нету таких определенных предложений или отрывков в Библии, чтобы мы точно увидели, да, он был еврей. И поэтому единственный способ, как мы можем узнать о еврействе Луки, это по ссылкам, по параллельным местам. Во-первых, давайте рассмотрим этот аргумент. Во-первых, это правило такое, что Слово Божие дано евреям. И когда помните, Павел говорил, что как евреи, так и не евреи, все как бы греховны. Римлянам 3 глава, мы смотрим. Римлянам 3, 1-2. Павел хочет такое донести до нас. И там он объясняет, что евреи такие же греховные, как и не евреи. В предыдущих стихах, даже главе. И затем он приходит к такому и задает такой вопрос. Какое преимущество быть иудеем? И такой ответ дает. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. И основное преимущество у евреев, как говорит Павел, то, что когда Бог давал Своё откровение для человечества, то дал это через евреев. Для этой цели Бог не использовал языческие народы. И это такое правило, что евреи являются сосудом откровения. И что я подразумеваю, это то, что передается Слово Божие. Мы смотрим на Скидку, и, как мы сказали ранее, то мы заметим, что все Скидку было дадено через евреев. И как мы потом вспомним все остальные места Писания и увидим, что все Писание дано через евреев. Ну, кроме таких исключений, когда некоторые говорят, что Лука был язычником. Но тогда же это все правило нарушит полностью. И если даже, возьмем, с другой стороны подойдем, если все-таки это было исключение, и Лука был не евреем, то тогда вот все те люди, которые так говорят, что на них возлагается ответственность, докажите, почему это так, почему Лука был не евреем. Ну, исходя из правил, наоборот, что Слово веряется евреем. То есть нужно как-то доказать, привести доказательства, какие-то свидетельства тому, что он не еврея, и это как бы опровергнет правило наше, что Слово Божие веряется евреем. И мы должны предположить, мы должны принять тот факт, что Лука являлся евреем, если только не будет каких-то противоположных доказательств. И из посланий к Колоссянам те доказательства, которые обычно приводят в опровержение его евреев, они очень слабы. И язычники, или не еврейские народы, не евреи были очень благословлены. Период, когда появилась церковь и до настоящего времени, но это совсем не означает, что Бог когда-то изменил свои правила. в отношении того, к кому, как он дает Писание, или Слово. Что он бы делал это, делает это через еврейский народ. Окей. Now, some people claim that Luke was the reason why Paul got arrested in Jerusalem. He was what? Luke was the reason why Paul, some claim, и некоторые говорят, что из-за Луки Павла арестовали в Иерусалиме. Связали. Потому что Лука был язычником, поэтому Павла арестовали. Давайте на эту ситуацию посмотрим. Лука постоянно сопровождал Павла, был его компаньоном. с того времени, как тот отплыл из Троаса в Европу. Окей. We have to realize we have to realize that Paul during this missionary period, during his time of ministry, и также нужно помнить, что во время служения Павла, его путешествий, many times came back to Jerusalem. Очень часто Павел постоянно возвращался в Иерусалим. And we can assume that Luke was with him. And we can assume, that Luke was with him. But here in Scripture we only have that one, we have one particular instance, the last time that Paul came back to Jerusalem. We find this in Acts 21. Okay. Specifically in Acts 21, 29. The crowd at that time in the temple was greatly agitated by the presence of Paul in the temple. И в то время толпа, которая там находилась, множество людей в храме, они были очень разъярены на Павла. and charged him with bringing Gentiles into the temple precincts. And can we read it? Should we read it? They charged him in what? They charged him with bringing Gentiles into the temple area. This was a crime punishable by death. This was a crime punishable by death. Deionia 21. 29. Should I read it? Yeah, you can read it. Okay. Okay. That means just... притом Елена ввел в храм и осквернил святое место сие. И это предыдущая история, которая следует. Когда Павел возвратился в Иерусалим, встречается с другими апостолами, они возрадовались, по поводу того, какая работа совершена среди язычников. И затем говорят, Павел, у нас тут проблемка возникла небольшая. И нам нужна твоя помощь. Потому что очень много тут слухов ходит по поводу того, что ты делаешь среди язычников. И то, что твои учения противоречит Торе. И ты учишь других евреев, чтобы они тоже противились Торе. И для того, чтобы решить эту проблему, мы хотим, чтобы ты пошел с этим молодым человеком в храм. И они так, как ищут, они так, как ищут, они так, как ищут, В 23-24 стихе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очисти с ними, возьми на себя издержки, на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, и что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. И Павел приходит в храм с этими четырьмя людьми, четырьмя мужчинами, и делает все в соответствии с законом, все в соответствии с Торой. И затем в 27-м стихе, когда уже, когда же семь не оканчивались, тогда сельские иудеи увидели его в храме, и затем начали людей возмущать против него. И вот эта проблема вся была тогда. И Павел пытался решить ее, что-то сделать. И Лука помогает понять нам. И это одна из таких основных причин, почему я верю, что вполне вероятно, в принципе, Лука был евреем. То, что Лука говорит, Павел никогда не вводил никаких язычников в храм. Но его видели в городе, в Иерусалиме, с Трофимом и Ефесянином. Очевидно, что с собой он привел этого человека, Трофима, в Иерусалим. Для того, чтобы апостолы и сама церковь смогла увидеть плоды того, что происходит среди язычников. И хотя эти обвинения, даже если эти обвинения были лжеобвинениями в отношении Павла, хотя это лжеобвинения все равно распространили эти слухи среди народа и привели к бунту такому против Павла, самого Павла в храме. И вот причина, по которой его арестовали. Не из-за того, что Лука был с Павлом в храме. Вот чем суть. И когда евреи хотели обвинять Павла в том, что тот вел язычников в храм. И с Писания мы видим, что они обвинили в том, что Павел привел Трофима и Офесянина. Почему же они не говорили ничего о Луке? И если Лука был на самом деле язычником. И мы видим, что из этого же местописания, что Лука был свидетелем ареста Павла. Это означает, что Лука был рядом с Павлом в этот момент. И если Лука был неевреем, почему же иудеи не сказали Павлу, слышь, ты вот привел Луку, этого нееврея, этого язычника. Вы понимаете мой аргумент, мое доказательство логическое. И это очень сильное доказательство этому, что Лука находился в храме, внутри храма, его не обвинили в этом, что он не еврей и находится в храме. И Лука находился вместе с Павлом во время разных этих путешествий и возвращения в Иерусалим. Для того, чтобы такой отчет предоставить или результаты их трудов церкви. И в тех случаях никогда не было такого упоминания о том, что Лука есть язычник. Никогда вообще такого вопроса не возникало. И поскольку по поводу Луки никогда не возникало никаких противоречий, никаких конфликтов, когда Лука сопровождал Павла в Иерусалиме, то вполне будет наш аргумент оправдан о том, что Лука был евреем. Какие еще у нас есть аргументы по поводу пользы еврейства, пользу Луки и насчет Луки? Это очень хорошее знание Лукой храма. Устройство храма. Это еще один аргумент тому, что Лука был евреем. То, что он очень подробно знал храм, как храм устроен. Больше, чем любые другие авторы Евангелия. И когда Лука описывал этот случай с Захарией о рождении Иоанна, то Лука вообще в такие подробности дается и описывает избрание различных родов, колен, левитов для служения. И как это все происходило в контексте разных семей. Затем дальше он переходит к описанию и опять снова много деталей. Он говорит о том, где находился священник рядом поблизости с алтарем всесожжения, воскресения. Где именно появился ангел Захарий? Это Луки 1, 8, 20. Это история. И тот сам факт, что только Лука рассказывает нам эту историю, никто больше. И он так много подробностей упоминает в этой истории. Это еще один аргумент, доказательство его еврейства. То, что он так хорошо знает все эти храмовые процедуры. Мы можем даже предположить, что сам Лука был левит. Потому что он так очень много знал о функционировании храма. То было бы вообще нелогично после всего этого сказать, что Лука был не евреем, Лука был язычником. Когда он так хорошо знал, у него было хорошее знание вообще устройства храма в глубине самого храма. Когда туда вообще никакому язычнику не позволялось ходить. И давайте продолжим. И я хочу завершить на этом разделе. Затем знакомство Луки с Мирием. Мирием, это мать Ишуа. И тут тоже никаких не может быть сомнений. Из Писания видно, что он очень хорошо ее знал. Возможно, некоторые истории он лично слышал от нее, от Мирием. И рассказывает историю рождения Ишуа в первую очередь с точки зрения Мирием. И Луки 2, 19-51, И Луки 2, 19-го стиха начинал, когда эта история про Марию. Он сказал такую фразу, Мария сохраняла все слова, слагая в сердце своем. Нам нужно самих себя спросить. Каким образом Лука, только Лука, но из всех других авторов Евангелия так близко мог иметь доступ к общению с Мирием? И этот факт, что он знал, что что-то скрыто в ее сердце и знал, что скрыто в ее сердце. Когда вы делитесь с кем-то, общаетесь, своим сердцем делитесь с другим человеком. Когда вы делитесь своими глубинами, вещами, которые в сердце. Это только указывает на очень близкие взаимоотношения. Когда мы вспомним, насколько близкие были отношения и вообще взаимосвязи в церкви Иерусалимской, то любому язычнику было бы трудно вообще попасть в этот внутренний круг общения. И поэтому трудно было бы предположить и сказать, что если Лука язычник, то как же он тогда имел общение, отношение с Мирием? Также мы можем предположить дальше, что Лука был врачом или доктором для Мирием. Конечно же, это только догадки, предположения. Но как же вообще по-другому у него могли быть такие отношения с Мирием? Что он мог знать эти очень личные факты того, что было в жизни Марии. У Луки была возможность общаться с Мирием, когда Павел был в Иерусалиме. Но особенно, когда он был в тюрьме в Цезарии в течение двух лет. И такой доступ был бы невозможен в случае, если Лука язычник. Это было бы невероятно, если бы он был неевреем. И тогда, какой вывод я могу сделать? Ну, вы свой, конечно, сделаете вывод. Мы должны ссылаться на Луку, как на еврея. И идея та, что он был язычником, был неевреем, основывается только на желаниях таких и на традициях. Ну, как бы, я хочу, чтобы он был неевреем. В отношении меня, то, что я думаю, и вообще, что Библия говорит и доказывает, что Лука — это еврея. И, в принципе, нужно всегда предпочитать Писание, а не традиции. Если возникает какой-то конфликт, нужно предпочитание делать первому. Вот это мои мысли для вас. И мы сделаем перерыв. Писание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok